Центром любой репетиционной базы является ее микшерный пульт. Долгое время мы пользовались вот подобными пультами двухпортовыми, простенькими, в которых на самом деле нет особо ничего интересного, кроме как, что я вывел для себя серьезную зависимость, что в микшерном пульте, даже в таком маленьком двухпортовом, должно быть все-таки больше, чем два выхода. Два выхода на микшерном пульте это всего лишь левый и правый, то есть два моновыхода, то есть один стереовыход. Лучше, чтобы их было хотя бы два, как в случае вот с таким вот инватоном. Но с тех пор, как мы открыли свою репетиционную базу, достаточно большую, естественно, встал вопрос того, что нам нужен микшерный пульт поинтереснее, потому что команды могут ходить разные, как с акустиками, как с электрогитарами, и с барабанами, и с любой подзвучкой, и как угодно может, все, что угодно может потребоваться. В данном случае оптимальным будет восьмипортовый пульт. У этого пульта, соответственно, два выхода main, out, левый и правый, сабгруппа левый и правый, и они находятся на отдельных фейдерах. Плюсом к этому есть выход под наушники, что логично, есть выход на дополнительные мониторы, которые можно подключить джеками, а, соответственно, это у нас третья стерая пара выходов для подключения еще дополнительной пары колонок. И эта линия регулируется у нас крутилкой уровня наушников, что также достаточно удобно, то есть отдельно. Также здесь есть ту-треки. Ту-треки используются как для записи в двухпортовые те же самые карты. Здесь есть input ту-трека для воспроизведения какой-либо минусовки вместо обычного аукса, и есть out-ту-трека для как раз-таки записи, либо для подключения еще одной пары колонок, например, бытовых, которые у нас подключаются тюльпанчиками, и это тоже регулируется отдельно. Итого мы имеем, что в этом пульте 4 независимые регулируемые выходные группы. Сказать, что это много, ничего не сказать, тем более, что здесь еще подключается петля эффектов AUX Return, который также можно использовать для целей выхода. И, помимо прочего, на каждом фейдере есть распределение маршрутизации, куда конкретно отправится определенная группа, в том числе с регуляцией того, отправится она через AUX или нет, и это много. Также каждый канал имеет свою собственную независимую эквализацию, которая работает на вход, и также все это вместе регулируется с помощью 7-полосного общего эквалайзера. Когда я этот пульт покупал, все эти возможности были немножко неочевидны, и с этим пришлось разбираться уже на ходу. И в том, чтобы разобраться на ходу, всегда помогает, естественно, руководство пользователя. Вообще, как бы то смешно ни было, часто у нас есть такая шутка, да, что мы читаем руководство только после того, как что-то сломалось, либо что-то не работает. В случае с таким оборудованием, руководство, конечно, читать лучше немножко хотя бы заранее, хотя бы попытаться уделить этому время. И здесь в случае с Вольтой, и с любым продуктом Вольта все очень удобно и просто, потому что эти все руководства написаны на понятном и простом русском языке. Почему? Потому что конкретно компания Вольта является русской компанией. Естественно, это все производится не в России, но оно является российским производством, якобы для импортозамещения в том числе. Но если по-хорошему, вся эта продукция используется в тех местах, где нельзя использовать продукцию импортную. В пульте присутствует также процессор эффектов. Процессор эффектов регулируется по нескольким как крутилкам, так и отдельному фейдеру. То есть есть у нас отдельный фейдер на работу самого процессора эффектов, есть отдельный фендер на сенд эффектов, если мы используем петлю эффектов. Есть, естественно, переключатель самих эффектов. И есть ручка зависимости на каждом канале, грубо говоря, силы действия этого самого эффекта. Поясняю чуточку проще. Эффект вы можете выбрать всего один и отправить его на какой-либо канал, например, использовать эффект ревера для вокала. Я, простите, я сейчас не помню какой это эффект, но, по-моему, это первый. Да, это первый. Здесь они благо подписаны, что, опять же, спасибо компании Вольт за то, что вы их подписываете. И степень влияния этого ревера вы можете менять на каждом канале. Почему это важно? Потому что вы можете, например, в восьмой канал, как у нас сделано, подключить клавиши, и вам на них ревер особо не нужен. А вот на вокале ревер обычно необходим, и вы можете чуть-чуть его добавить, выставив при этом здесь максимальное значение. Зачем я акцентирую на этом внимание? Потому что, например, вот на этом пультике такой возможности нет. И, в принципе, на большинстве пультов такой возможности нет. Именно дешевых пультов, то есть, если у вас там есть процессор эффектов, то при его работе он работает всегда на все каналы, что, как минимум, очень глупо и странно. Здесь вы можете распределять эффекты между каналами. Не знаю, каким образом это работает, но, скорее всего, я так предполагаю, также предполагает звуковик, который с нами работает, что здесь используются совершенно другие преампы, из-за чего наши колонки и дополнительный монитор стали звучать как и громче, так и чище. Но, чтобы не ходить вокруг да около, давайте, ради интереса, сейчас включу. У нас к этому пульту подключено через усилитель дополнительный две пассивные колонки, подключен мой универсальный комбик-монитор картовский и подключены еще две активные колонки. Я сейчас переставлю камеру в другое место и просто врублю все это разом. Я сейчас переставлю камеру в другое место и просто врублю все это разом. Громко. Очень громко. Камера у меня сейчас, у нее вот спереди есть фитодиодик, который показывает, когда она пикует, и она пиковала безостановочно. Наверное, скорее всего, она даже заглушила часть шума, который здесь был, именно грохота вот этого всего. Работает это прям громко, учитывая, что наши колонки здесь по факту не самые мощные, не самые громкие, но вот конкретно с помощью пульта разгоняются они весьма прилично. Также здесь есть функция записи, входящего в нее сигнала, при этом записывать она может как на USB-флешку, так и на SD-карту памяти. И я очень хотел этот момент продемонстрировать, однако есть маленький нюанс. Мы записали несколько материалов на эту флешку, и если операционная система Android на моем телефоне их воспроизводит, то macOS почему-то нет. Почему? Я, если честно, разбираться особо не хочу, потому что есть один нюанс, который был в любом случае обнаружен, очень низкий битрейт. То есть даже без воспроизведения на Android было слышно, что сигнал крайне печальный, поэтому для записи этот пульт именно через USB в нее встроенными средствами не очень хорошо подходит. Но вот если пользоваться ту треком и записывать через двухпортовую карту, то там уже проблем таких не будет. Будете ли вы этим заниматься? Я не уверен, потому что этот пульт в первую очередь подходит для репетиций и для небольших концертов. Хотя насчет слова небольшие я, может быть, погорячился. Если все-таки подключить сюда на выход, вы можете очень много всего. А если у вас колонки еще и собираются в цепочке, то тогда да, тогда тем более. Как концертный аппарат, он вполне себе подходит. Если мы возьмем, что на барабаны будем, допустим, вешать 4 микрофона, у нас еще останется 4 свободных порта. Это как минимум под 2 гитары, бас и вокал. Пожалуйста, спокойно с помощью этого одного пульта это можно подзвучить. А если пользоваться стереоканалами, то подложки запускать также без проблем. Ну и теперь про ценники. Изначально, когда компания Вольта презентовала всю эту линейку артистов, линейка артистов довольно молодая. То есть вот в таких у них пультах у них были маленькие пультики, интро, подходящие конкретно либо для домашних небольших студий, либо прям для маленьких репетиционных бас. Также у них была линейка цифровых, очень крутых пультов, которые в целом очень дорого стоят и всегда стоили дорого. Что же с линейкой артистов? Когда Вольта презентовали эти модели, они обещали, что вся эта линейка будет в пределах 25-30 тысяч рублей. Но мы знаем, что с вами произошло. Я успел этот пульт взять за 28 тысяч. Сейчас он стоит 40 тысяч. И здесь важно обратить внимание, что в линейке артист есть несколько разных пультов. И смотрите на номера их моделей. То есть 824 модель подразумевает, что у нее 8 моно-входов, 2 стерео и 4 выхода. Потому что есть, например, Вольта Артист 142. Да, я посмотрю сейчас на шпаргалочку. Он стоит подешевле. У него 14 входов, но всего 2 выхода. 2 выхода нас ограничивают тем, что у нас может быть всего либо 2 колонки, либо 2 цепочки колонок. Из опыта могу сказать, что для репетиционной базы это довольно мало, а для концертных условий тем более. Да, там есть вывод монитора, но вывод монитора там нерегулируемый. В отличие от этого пульта. Ну и еще есть модельки 624+, и 1224+. 624+, и 1224+, по номерам вы можете понять, какое у них количество входов и какое у них количество выходов. Но плюсик у них означает наличие USB интерфейса. Но, конечно, вы можете посмотреть и аналогичные пульты на БУшке. Самих артистов, вот этих Вольта, скорее всего, вы там еще не найдете, потому что они, опять же, довольно молодые, довольно новенькие пультики. Вряд ли кто-то уже начал массово сливать на БУ. Но, когда вы будете смотреть пульты на БУ, потому что, скорее всего, вы захотите построить себе таки репетиционную базу, смотрите на количество выходов. То есть не только количество входов. Количество входов – это важно. Именно вокруг количества выходов вашего пульта вы сможете наиболее эффективно построить вашу базу. Комфортных вам занятий музыкой. Все. Вот, блядь, блядь, провода с руком. Блядь, мразь.